Следующий слайд – это содержание должной осмотрительности. Ну да, самое главное и существенное, что выделено в слайде, это то, что отсутствует четкий перечень действий по проявлению должной осмотрительности. В этом плане, кстати, показательны ответы на запрос налогоплательщиков, которые просят пояснить фискальные органы, какие действия позволяют говорить, что должная осмотрительность проявлена. И замечу, что что Минфин, что налоговые органы указывают на то, что конкретного перечня нет, и назвать конкретный перечень они не могут. Хотя, конечно же, отмечу, что в тех письмах, которые посвящены данному вопросу, какие-то рекомендации, что ФНС России, что Минфин России дает. Но, опять же, конкретного перечня, естественно, эти органы не называют. Есть еще более показательный пример. Судебное решение, оно было... Здесь, к сожалению, я его не указал, но его можно найти. Судебное решение по Западно-Сибирскому округу рассматривалось дело, в котором налогоплательщик оспаривал отказ налогового органа разъяснить действия по проявлению должной осмотрительности. И суд поддержал именно налоговый орган. Он указал, что концепция должной осмотрительности – это порождение судебной практики, и конкретного перечня нет. И, что называется, концепция... То есть вопрос о проявлении должной осмотрительности, он решается с учетом конкретных обстоятельств дела. Ну, в общем, я отметил, что такой подход, когда точного перечня нету действий по проявлению должной осмотрительности, он был бы оправдан, когда бы сама по себе должная осмотрительность не выступала самостоятельным обязательством, которое бы автоматически вело к отказу в применении налоговой выгоды. Иначе говоря, я имею в виду, что если бы концепция должной осмотрительности применялась так, как это предполагал вас РФ постановление номер 53, то, в общем, наверное, в определенном смысле такой подход был оправдан. Но после дела Кокса-Химмонтаж отсутствие четкого понимания, какие действия надо совершить, означает, что, во-первых, налогоплательщик не может быть в принципе уверен, что он проявил должную осмотрительность, а в конечном итоге он не может понять, какое решение суд примет в отношении него по тому или иному делу. То есть есть достаточно серьезная неопределенность, которая требует действительно разрешения. Что касается современного состояния должной осмотрительности, а точнее содержания должной осмотрительности, то, исходя из позиций как судов, так и фискальных органов, можно сказать, что для проявления должной осмотрительности с точки зрения судов необходимо проверить правоспособность, то есть запросить у контрагента учредительные документы, регистрационные документы. Необходимо проверить, естественно, полномочия лиц, но это прежде всего делается путем запроса различных приказов о назначении лиц, а также путем запроса паспортных данных. Ну и проверка деловой репутации, это из дела Кокса-Химмонтаж все идет. Фискальные органы, в общем-то, также ориентируют налогоплательщика на то, что он должен обосновать свой выбор. Это делается путем предоставления различных рекламных материалов, на основе которых был найден контрагент, ну, либо других каких-то иных материалов. Ну и также фискальные органы активно рекламируют свой сервис по проверке контрагента. Сервис называется «Проверь себя и своего контрагента». Так.